Всем привет! Сегодня я вместе с вами буду делать, наверное, 1 миллион 500 тысяч 357 видео на тему вот такой вот укладки, которая у меня сейчас на голове. На самом деле эта укладка стала популярной, наверное, где-то года 2 назад и раскрутилась она, если я не ошибаюсь, после какого-то из шоу Victoria's Secret. Все модели Victoria's Secret начали носить вот такие вот легкие волны и весь интернет, весь мир просто взорвался вот такой вот прической. До этого было модно делать пробор на сторону, после того, как стала модна такая прическа, то все начали делать пробор по центру и делать вот такие вот локоны. У меня эта прическа очень долго не получалась, но сейчас мне кажется, что я более-менее овладела техникой ее создания, поэтому если вам интересно посмотреть, как же я ее делаю, я знаю, что интересно, потому что очень многие запрашивали эту прическу, то, конечно же, продолжайте смотреть. Я начинаю с абсолютно простых волос, у меня практически ничего в них нет, единственное, что у меня есть, это термозащита. Я использовала термозащиту от Matrix, конкретно не буду говорить даже, что это за термозащита, потому что она абсолютно гадкая, рекомендовать вам я ее не хочу, поэтому используйте просто любую термозащиту, чтобы не перепалить волосы. И весь принцип этой прически заключается в том, что она делается очень быстро, буквально в течение 5 минут, если там сильно на камеру не разговаривать, именно просто сугубо ее делать, то она делается очень быстро. Нам понадобится плойка. У меня плойка вот такая вот, это от Babyliss Pro. Это плойка конической формы, без зажима. Самая узкая ее часть 19 мм, самая широкая 32 мм. И лично на своем опыте я поняла, что вот такой вот размер плойки отлично подходит как раз на такую длину волос, как у меня. Когда волосы у меня были короче, буквально сантиметров на 5-7, может, короче, она на мне работала довольно плохо. То есть она подкручивала волосы буквально в самом-самом конце, и у меня получалось, что в основном все волосы у меня прямые, и только в самом конце какая-то непонятная кудряшка, в общем-то. И я долго не знала, как эту ситуацию исправить, и я поняла, что конкретно для вот этой плойки вот такая вот длина самая оптимальная. Если у вас волосы короче, то, скорее всего, вам нужна более узкая плойка, или плойка с таким вот зажимом, которая зажимает волосы, потому что ей легче накрутить волосы для того, чтобы они держали именно волну. Также сразу хочу сказать, что я ни в коем случае не профессиональный парикмахер, поэтому наверняка я что-то делаю не совсем по правилам, или не совсем так, как надо, но этот способ работает, и вы его очень много раз уже видели в видео, и каждый раз комментируете, что вам нравится моя плечоска, собственно, поэтому я и показываю, как я ее делаю. Так, значит, без лишних слов включаю плойку, и сейчас дождусь, пока она уже станет горячей. Плойка нагрелась, и теперь, собственно, переходим к самой укладке. Я всегда начинаю сзади. У меня волосы немножко слоями пострижены, то есть сверху слои идут более короткие, внизу более длинные. Но это особо не играет роли. Если у вас очень много волос, тогда разделите их на две части вот таким вот образом. Сначала завейте те, которые внизу, потом те, которые вверху. Но так как у меня волос не особо много, то я обойдусь и так. В общем-то, беру прядку, небольшую прядку, и накручиваю ее от себя на плойку, и жду приблизительно где-то секунд, наверное, 12. Потом ее вот так вот легко отпускаю и закидываю назад. Снова беру следующую прядь. Я абсолютно хаотично беру эти пряди. И, кстати, я смотрю вот сюда вот налево, потому что у меня здесь зеркало, поэтому я извиняюсь, что я не смотрю прямо на вас, но для того, чтобы у меня что-то получилось, нужно мне смотреть в зеркало. Поэтому я смотрю вот сюда, там, где оно у меня стоит. И вот так вот каждый раз я их отпускаю и забрасываю назад. Поэтому именно я с конца головы, с задней части начинаю делать завивку, потому что мне потом их легко отбрасывать и вот так вот закидывать назад. Они мне потом не мешаются просто. После того, как верхнюю часть я уже практически все сделала, я начинаю хватать все, что мне попадается под руку, абсолютно хаотично. Переднюю часть, потом те, которые будут внизу волосы. Ну, сейчас вы это все увидите. Абсолютно хаотично, я ничего не разделяю. И в этом, собственно, вся простота этой прически, что вам не нужно как-то сильно играться с разделением прядей. И по размеру эти пряди я тоже беру абсолютно разные. От этого прическа, мне кажется, становится более такой хаотичной, но в то же время более современной, что ли. Потому что вот такие вот кудри все одинакового размера, как после бигуди. Мне кажется, что это немножко уже прошлый век. И сейчас модно, когда очень такая текстурная прическа, абсолютно разная. Поэтому иногда тоже стилисты рекомендуют делать завивку поочередно. То есть, например, если вы один локон сделали от себя, следующий на себя, потом от себя на себя. И таким образом прическа получается более объемной. И вот сейчас видно, что у меня остаются некоторые волосы еще не завитые. Я их не завиваю полностью. Я беру вот так вот то, что у меня здесь торчит, на виду. И вот то, что у меня на виду, я и завиваю. Таким образом, во-первых, я не все волосы порчу, которые у меня есть на голове, только кончики. Во-вторых, их, в принципе, все равно не видно. И толку они особо никакого не делают. Но, опять-таки, если у вас очень густые волосы, очень много волос, то вам, конечно, нужно будет в нескольких слоях это делать. И вот таким нехитрым образом половина головы у меня уже готова. Прошло буквально минуты три, наверное. Пока эти локоны я не трогаю, потому что они еще не остыли. И если я их сейчас начну расчесывать или что-то с ними делать, они у меня упадут. И, в общем-то, это будет совершенно бесполезная работа, вся которую я проделывала до этого. Поэтому я пока оставляю ту же челку в покое. И то же самое сейчас буду делать на этой стороне. И теперь самый волнующий для меня момент, это челка. Я всегда беру всю челку, которая у меня есть, и очень осторожно вот так вот закладываю за вот эту плойку. Сильно не закручиваю, потому что у меня длина не позволяет сильно там какие-то кудряшки делать. А вот так вот совсем немножко даже вот так вот спускаю ее, для того, чтобы сделать красивую волну. И держу немножко дольше обычного, для того, чтобы вот именно вот эту красивую волну постараться оставить. И тут очень важно сразу очень красиво уложить, так как вам нравится, чтобы волосы остыли уже именно в том положении, в котором вы хотите, чтобы они были. Сзади я беру вот так вот пальцами, выделяю одну большую прядь. Она у меня частично завита, частично нет, но в то же время я люблю еще раз проходиться именно по задней части головы. И сделать одну такую большую кудряшку, для того, чтобы все это сплести вместе воедино. И сзади не было каких-то у нас пустых мест. Мы почти закончили, теперь нужно подождать, пока волосы окончательно остынут. У меня, в принципе, они уже достаточно холодные, поэтому все, что осталось мне сделать, это немножко вот так вот разрушить идеальность моих волос, идеальность этой укладки, немножко так вот поиграть с ними. Сразу же после того, как я посмотрела на себя в зеркало и подумала, что я более-менее довольна тем, что я вижу, я беру лак. И... Ну, как вы поняли, я беру лак и фиксирую на голове всю эту прическу. Фу, до сих пор летает это в воздухе гадость. В общем, как вы поняли, я сразу беру лак и очень-очень сильно хорошо поливаю себе голову этим лаком, потому что у меня иначе прическа опадает где-то, наверное, может, через полчаса максимум. Вот в таком состоянии она держится на протяжении всего дня. И на следующий день, естественно, у меня уже ничего не остается. Но если у вас волосы хорошо поддаются укладке, то, скорее всего, с такой прической вы можете проходить два, ну, максимум три дня. И так как волосы сейчас у меня были подвержены очень сильному стрессу из-за сильного нагревания, я всегда использую одно или другое средство, которое я вам сейчас показываю. Первое это Керастаз Эликсир Ультим, такое как крем-масло для волос. И второе это Фаберлик Эликсир для волос с маслом Амлы. Два этих средства, вернее, оба этих средства сделаны на основе диметикона, то есть это силикон, который очень хорошо сглаживает волосы. Если у вас есть какие-то посеченные кончики, отлично это склеивает эти посеченные кончики. Волосы становятся более гладкими, более шерковистыми. И в то же время масла, которые входят в состав и одного, и второго средства, они немножко ухаживают за волосами. Поэтому, конечно, такой шаг не повредит. Оба эти средства довольно неплохие. Единственное, Керастаз мне нравится больше по своей текстуре, потому что он больше напоминает именно такой приятный крем, который вы распределяете по рукам. И после этого руки у вас, на руках он абсолютно не ощущается. Фаберлик же имеет более такую силиконистую текстуру. Он хорошо сглаживает волосы, хорошо делает абсолютно то же самое, что делает Керастаз Утим. Но при этом руки потом становятся очень такими скользкими, липкими, и это ощущение мне немного не нравится. Поэтому сегодня я буду использовать Керастаз для того, чтобы просто показать, какой эффект он делает. Буквально совсем немножко, вот горошинку я беру этого средства. Дальше я его распределяю вот так вот между ладошками и совсем немножко прохожусь. Приглаживаю волосы в том состоянии, в котором они мне нравятся. Вот так вот немножко их еще распушаю. И после того, как я использую это масло, волосы как будто немножко более живыми кажутся. Я не знаю, как это будет видно на камере, но вот именно вживую у них появляется немножко более такой блестящий финиш. И как будто волосы более живые, а не как будто я их только-только перепалила, в общем-то, и уложила, зацементировала лаком. Ну, в общем-то, и все. Вот это, можно сказать, финальный результат. Прическу эту делать реально очень быстро. Вот если не трепаться на камеру, а делать ее просто быстренько в ванной, ну, минут семь, ну, максимум вы на это потратите. И действительно, самый главный секрет такой укладки, вот для меня лично, был в длине волос. Пока волосы были короче, у меня не получалось эта прическа, хоть убей меня. Но как только волосы немножко отросли, как-то все стало намного проще. Как вы можете заметить, вот где-то до вот этой части волосы абсолютно прямые, можно сказать. И если у вас волосы, вот, например, каре, то вот эта часть у вас будет очень страшно выглядеть, потому что у вас будут прямые волосы, и здесь вот какой-то непонятный завиток. Вот так у меня именно и было до последнего времени. Если же волосы у вас подлиннее, хотя бы такой длинный, как у меня, то пробуйте, я уверена, у вас все получится. Какую конкретно плойку приобрести, я вам не скажу. Вот эта у меня уже очень давно, наверное, года три она у меня уже точно есть, и вот только сейчас она нашла свое применение. В любом случае, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно мне их задавайте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!